Да я вырасту. Вот так и живем. Все. Вылазь. Коробку подтягивать надо. Мама поможет. Маша вылазит. Маша, что-то не сильно вести с коробкой. Вылазь, я сейчас коробку вытяну. Давай. Хорошо, что у меня есть Маша. Самая маленькая у нас. Цыпляток собирала. Всем привет. Всем привет. Всем привет. С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Ну, недолго я отдыхала. Сегодня опять у меня готовка. Ну, щи есть зеленые. А на второе пюре осталось. А мясо съели в тот же день. Рыбу дети не очень хотят кушать. Хорошо, что меня любит рыбу Игорь. Поэтому для детей, для мясоедов сегодня готовлю индоутку. Достала индоуточку. Немного микроволновки ее разморозила. Ну, так чуть-чуть, чтобы и не сошел. Намазала столовая ложка соли. Столовая с горкой майонеза. Приправа для курицы с пряностями с чесноком. Вот такую шубку сделала. И сейчас накрываю крышкой. Это утятница стеклянная. И отправляю на часа два. Потому что она замороженная. Сколько весит тушка, столько надо и готовить. Допустим, если гусь весит 3 килограмма, то готовим 3 часа. Здесь приблизительно где-то 1,5-2 килограмма. Ну, вот часа два точно надо будет готовить. Все накрываю. И пускай готовится. Все поставила в духовку на 180 градусов. Она когда потает, крышка должна закрыться. Ну, через 2 часа будем проверять. Проверять как? Шпажкой буду протыкать. Если идет прозрачный сок, значит она готова. Надо проверять до... Ну, где крылышко, вот там, где толстое мясо. А если идет такое розовое, значит она еще сырая. Все, пускай готовится. Так, ну, сейчас утку поставила в духовку. Еще хочу сделать ковришку. Пойду в подвал за вареньем и сделаем ковришку мультиварки. Все будет готовиться в это время. Я поубираю в доме, проприсошу, закину стирку, поправляю к кровати. И сегодня планирую... Игорь вчера мне купил вот столько рамочек. Уже сколочены, сбитые. Даже отверстие для проволоки просверлено. Видите? Рубль 0,9 стоит одна рамочка. Вот, натяну проволоку и надо будет вощину навощить. И готовиться к сбору меда. Ну, не знаю, будет мед или нет, но рамки надо, чтобы были. Так как у меня закончились магазинные, то Игорь прикупил. Ну, еще у меня есть гнездовые. Если останется вощина, можно еще и гнездовые сделать. Навощить. Так, вот такая индоуточка получилась. Видите? От косточек все подходило. Сейчас поснимаю мяско. Тут бульон вместе с жиром. Вот мясо туда, чтобы оно не высыхало, положу. И с пюрешечкой будет кушать. Вот так выглядит мяско. Тарелочка. Пюре с помидоркой. Ну что, планы меняются. Как видите, я оделась. Еду в город. Приехал Антон. Уже два дня прошло, после того, как его укусила пчела. Нога пухлая. То, что он ходит на работу, сидит в кроссовках. Передавленная нога. Носки передавленные. Смотрю. Теперил 37,3. И вот думай. Он говорит, у нас кондиционер. Или его продуло. Или у него температура от того, что воспалилась нога пухлая. Короче, дома у меня последняя была таблетка финкорола. Поэтому еду в город. Куплю супрастин. И куплю на всякий случай арпитол. Это противовирусная. Ну, антибиотики, если что, у меня есть. Пока ничего давать не буду, кроме супрастина. Супрастина или финкорол посмотрим. Вот. В холод прикладываю. Но нога мне не нравится. Не забываю, что у него диабет. У меня уже все прошло. У меня, говорю, было почти 10 укусов. Точно сказать не могу. То, что все было пухшее. Ну, так, как, знаете, мошка, наверное, больнее кусала. Потому что я уже привыкла. Конечно, первые разы, когда меня кусали, это боль адская. Именно вот стопа, где вверх, подъем вот этот. Конечно, болит очень сильно. Я его понимаю. Поэтому поеду. Сейчас куплю лекарства. Тем более, что есть и пчелы. Лекарство должно быть дома. На всякий случай. Все. Так что еду в город. Иду на маршрутку. Так, я в Бресте. У нас уже каштаны цветут. Купила лекарства. Сейчас пойду куплю удобрение для голубики. Посмотрю помидоры на рынке с огурчиками для салата. Может быть, куриный грудок возьму. Что-нибудь такое. Колбасок. Ну, короче, иду на рынок. Закуплюсь, раз уже выехала. Мы уже молодая картошка по 4 рубля. Помидоры, огурцы. Так, клубника по 16. По 15 есть. И по 16. Так, купила по 4 рубля помидорки. По 2.70 огурцы. 8 рублей килограмм чеснока. Рубль 80 за вот эти две головочки взяла. Так, я уже дома. Не увидела. Чек не взяла, наверное, в аптеке. Поэтому не могу точно сказать, что почем. Короче, ревит купила. Арпитол и финкарол. Дальше на рынке. Приправа для шашлыка. Вот такой я беру. Полтора рубля. Лавровый лист 60 копеек. Перец черный молотый. Рубль. По 8-10. Моторь колбаска. На вид такая, знаете, неплохая. Сейчас сфокусирую. Вот, взяла палочку. И по 5.50 молочные сардельки. Взяла так, чтобы на каждого по 3 штучки было. Так, Игорь еще помидор купил за 4 с копейками. Ну, я за 4 помидора. Я вам показывала огурцы 2.70. Чеснок. И еще зашла этот удобрение для голубейки. У меня закончилось. 11.58. Вот такой. Подкармливаю. Пока она сейчас цветет, еще по ложечке заброшу. Потому что струлистики не зеленые, а такие. Как бы цвет то бордовый, то желтый. Поэтому надо подкормить и парить. Так, решила все-таки делать коврижку. Здесь у меня стакан сахара, стакан кефира. Стакан варенья. Я взяла яблочное кусочками. Так, чайная ложка соли, чайная ложка соды. Она в кефире гасится. И замешала такое густоватое тесто. Такое хорошо, видите, густое. Вот оно с ложки даже не капает. И в конце грамм 50, можно чуть больше, подсочного масла. Все вмешиваю это в тесто. Форму уже маслом сливочным смазала. Выкладываю микроволновку, ой, микроволновку, в мультиварку на 50 минут. Пускай выпекается. Так, сделала намазывалку. Здесь пачка селедки вместе с маслом. Подсолнечным пачком масла. Два плавленых сырка. Обычно я все это делаю через мясорубку. Но мне не хотелось сейчас брать мясорубку. Поэтому взяла блендер и вот такое пастообразное получилось. Если через мясорубку, оно крупинками и получается как икра. А так будет чисто намазка на бутерброды. Все, сейчас баночку переложу и в холодильник. Так, ну вот такая коврижечка, видите, получается. Все, я сразу не открываю. Она здесь немножко стоит. Как бы остывает. Все мягенькое. Сейчас переворачиваю и смазываю сахаром со сметаной. Можно кокосовой стружкой посыпать. Все, коврижка готова. Это быстро, вкусно. И, ну не скажу, может полезно, но зато выручалочка. На завтрак, когда хочется что-нибудь сладенького, очень выручают. Легкий, недорогой и вкусный рецептик. Поездка в город вымотала. Туда полтора часа, ну где-то час двадцать. Обратно столько же. Вот, и там еще походила. А меня в маршрутках очень сильно укачивают. Приехала. Тут Антон выходит, встречает. Говорит, у меня сахар один и восемь. Я говорю, ну вот, девочки, откуда будет у меня нормальные нервы? Конечно, вся на нервах. Потому что ешь, переживаешь. Он же все-таки, у него могут быть всякие осложнения. Ну, не знаю. Сейчас выпил эту глюкозу, чтобы сахар поднять. Дальше сидит. Вытянул ногу. Я уже ему холод прикладывала. Ну, вроде как, отек чуть-чуть спадает. Адвантаном еще мажу. Это когда Дашу мои мошки и муравьи. Вот у нее на мошке. И больше всего на муравьи, если покусают. У нее прямо на утро, помню, опухло, аж почернело. Прямо такой синий-черный были. Ее в скорую забрали. Приезжала скорая. Там укол ей делали. Вот. Я могла бы сейчас и Антону скорую вызвать. Ну, один раз я вызвала Игорю. Они сделали укол. Он почернел. Перепад давления. Лишь чтобы просто черным таким стал. Черно-синим оттенком. Ему так плохо было. И они говорят, ну, будем сейчас наблюдать. Я говорю, что с ним? Они говорят, будем наблюдать. Мы же уже в вену ввели. Обратно не вымем. Поэтому, знаете, я тоже боюсь. Игорь хочет, да все будет нормально. Я говорю, Игорь, я понимаю. Тебя кусали, меня кусали. Это такая болезненная точка для здорового человека. Вот, ну, мне уже, слава богу, ноги отходят. Уже, говорю, привыкла. А так, если первые разы, конечно, оно все опухшее. Там самое такое нежное тело. Вот. И его как раз на этом подъеме ноги укусили. Буду надеяться, что все будет хорошо. Я уже нашла мягкую обувь завтра ему, если что, на работу. Вот. Ну, температура 37,1-37,2. Вот такая. У него периодически бывает такое. Ну, я думаю, что это, наверное, на воспаление. Сейчас еще на ночь Финкару выпьет. Вот. Еще третий раз Адвантаном помажу. Сейчас пока у него холод. Вот. Говорит, как немножко расхожусь, то вроде легче. Но она такая краснеет. Синева, синяк уже выходит. Уже отек спадает. Но оно так всегда, когда под конец, оно таким вот вылазит. Все что-то эти отек, это сосуды так лопаются. Потом такая синева на ноге. Хорошо, хоть не на пальцы укусили. Вот. Я за пальцы больше бы переживала. Ну, а так это вверху. Надеюсь, все будет хорошо. Так что вот такое у меня заканчивается вечер. Приготовила. Получается, что запекла до утку. К ней, если что, макароны. Рыбу все уже съели. Антон говорит, вкусное с собой брал на работу. Вот. Запеканочка есть, помидоры, сардельки. Вот. Рамки уже сейчас натягивать не буду. Сейчас две стирки закинула, потому что постель меняла. Вот. Заправляла кровать и пропылесосила. Вот. И у Антона наверху там постель поменяла. У детей и это. У себя-то не меняла, уже у меня поменена была. Так что вот так. Видите, планы, как всегда, одни, а резко может все измениться. Так что вам всем здоровья. Спасибо, что заходите. Не забывайте, не болейте. Всем здоровья еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok